В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у меня на канале снова виски Дароу. Но в этот раз это будет уже импортный вариант, который отличается от российского розлива тем, что бутылка квадратная и в принципе, наверное, больше ничем. Так, дата розлива, конкретно моего экземпляра. Можно найти ее внизу под задней этикеткой. В моем случае это 16.11.2021 года. Виски уже 2 года у меня стоит, видимо. Сразу нальем. Как можно заметить, дозатора на бутылке нет. Пробка методически винтовая. В принципе, рассказывать особо больше нечего, наверное. Кроме того, что это 40-градусный шотландский виски, купажированный. Выдержка его 3 года. Пусть он постоит, подышит. После этого я продолжу. Так, ну что, виски постоял, подышал. Можно посмотреть, что получилось. В запахе прям явная карамель. Спиртом как таковым не пахнет. Достаточно сладкий запах. В принципе, ничего такого. Обычный виски, обычный, ничего необычного. Давайте попробуем. Вот как мне кажется, в отличие от российского, этот более древесный. Более древесный, менее спиртуозный. Ну, в общем-то, достаточно приятный. К сожалению, больше, по-моему, его не продают уже именно. Импортный вариант. Поэтому сравнение обязательно будет позже российского и импортного образцов. Но, по ощущениям, русский здесь, российский, проиграет. Виски обычный. На послевкусии, в принципе, остается сладость. Немного дерева. Сладенькая карамель. И, наверное, и все. Рассказывать здесь больше нечего. Это обычный виски. То есть, ничем не примечательный. Знаете, нейтральный я бы назвал его. Ничего плохого про него не скажу. Как бы достаточно приятно пьется. Стоит своих денег. Стоит он что-то тоже около 800 рублей. Когда я его покупал, мне кажется. Ну, плюс-минус уже. Время прошло полно. Поэтому уже и не вспомню. Вот. Поэтому будем пробовать с колой. Вжух. Кола в стакане. Можно посмотреть, что получилось с колой. В запахе не появилось спирта. Что радует. Не знаю. Мне кажется, немножечко кофейности какой-то появилось. Вот с колой. И, в принципе, больше ничего. Виски, кола. Давайте попробуем. Достаточно приятно. Виски, кола, который мне нравится. Не хватает немного дымности. А так, впрочем, очень даже ничего. К сожалению, колу, которую я люблю. Это кола от черноголовки. Испортили, мне кажется, другой какой-то угли кислотой. Поэтому вкус получается немножечко не тот. Но, тем не менее, виски, кола. Я все равно люблю этот коктейль. Ничего не поделаешь. Вот. Можно, я думаю, уже подводить итоги какие-то. Потому что виски абсолютно нейтральный. Нечего про него рассказывать. Ни плохого, ни хорошего. Итак. Как самостоятельный напиток? Пить его можно. Он неплох. Он достаточно мягко идет. Нет спиртуозности. На вкус. На вкус просто. Просто виски. Ничего такого. Звезд с неба не хватает. С колой, в принципе, получается довольно-таки неплохо. Спирт наружу не выплывает. Поэтому очень, даже очень. Я бы поставил этому виски 6 из 10 баллов. Это, естественно, лично мое мнение. Можете написать в комментариях, какую оценку дали бы вы. Буду рад ответить. И, в принципе, наверное, по виске все. Подписывайтесь на все мои каналы. На дзены, на ютубы, на там, на рутуб. Если вдруг кто-то смотрит рутуб. Я буду только рад. Поэтому на этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Будет интересно.